Здравствуйте! Сегодня я обращаюсь к тем, кто живет в Чечне и кому дорога судьба Чеченской Республики. Это связано с событием, которое состоится уже через несколько дней. В Республике пройдет референдум по проекту Конституции, а также законам о выборах президента и парламента. Для народа Чечни это без преувеличения момент исторический, ведь это первый общенародный референдум и подготовленная самими чеченцами Конституция впервые вынесена на обсуждение и всенародное голосование. Сегодня необходимо вспомнить, что начавшийся Конституционный процесс в 1991 году был насильственно прерван. И это стало исходной точкой чеченской трагедии. Тогда, после разгона Верховного Совета Чечены-Ингушетии, в республике возникла ситуация, по сути, и приведшая к гражданской войне, а впоследствии к многолетнему вооруженному конфликту. Референдум – это важнейший шаг в борьбе с разрухой и шаг к порядку. Я убежден, Конституция, принятая народом, – это основа политического урегулирования в Чечне. Ее принятие даст возможность избрать подлинно демократическую, опирающуюся на доверие людей власти. Вы знаете, проведению референдума много раз пытались и пытаются помешать. В Чечне все еще продолжаются провокации и теракты. Людей пытаются запугать. Но только сам народ вправе решать свою судьбу, вправе принять свою Конституцию. И это право чеченский народ сможет реализовать 23 марта. Понимаю, что людям в Чечне сейчас очень трудно. Трудно справиться с последствиями трагедии, которая не обошла ни одну семью. И нам вместе придется еще много работать, пока эти последствия будут окончательно преодолены. Однако совместными усилиями, и я хочу обратить на это внимание, удалось все-таки переломить ситуацию. И нынешние трудности совсем другие, чем были еще два или даже год тому назад, когда в республике шли открытые вооруженные действия. В Чечне, пусть не так быстро, как того нам бы хотелось, но налаживается мирный быт. Во многих районах протянуты новые линии электропередач, восстанавливается газоснабжение, работают больницы и школы, учатся студенты, собирается хлеб. И этих перемен не видит только тот, кто не хочет их видеть. Да, жизнь в Чечне пока еще больше похожа на жизнь после стихийного бедствия. За многолетний период клановой борьбы, борьбы за власть и за деньги, своими страданиями заплатил не кто-нибудь, а простой чеченский народ. И заплатил уже не в первый раз. Ваши отцы и деды столкнулись с несправедливостью и пережили трагедию сталинской репортации. На плечи народа выпали все тяготы вынужденного переселения. Переселение стоявшего многие человеческие жизни. И это простым чеченцам приходится сегодня восстанавливать разрушенное хозяйство, возрождать свою национальную культуру. Конституция даст народу Чечне возможность самостоятельно налаживать свою жизнь и реализовать ту самую широкую автономию в составе России, о которой сейчас так много говорят. Для этой же цели будет совместно подготовлен и заключен специальный договор между Федерацией и Республикой. И мы должны добиться того, чтобы граждане России, жители Чечни, перестали жить в страхе, перестали бояться ночного стука в дверь и прятаться от так называемых зачисток. У народа Чечни должна быть достойная человеческая жизнь. Вы знаете, началось сокращение блокпостов. А там, где они еще остаются, они должны заниматься не поборами с гражданского населения, а выполнять совсем другую функцию. Функцию борьбы с преступностью. Вы также знаете, из Чечни продолжается вывод избыточной части подразделений Министерства обороны и Министерства внутренних дел. Со временем здесь должны остаться только части постоянной дислокации, основной задачей которых должна стать поддержка местных органов правопорядка, органов внутренних дел самой Чеченской Республики. Особой нашей заботой остается восстановление экономики. Мы понимаем, для скорейшего выхода из разрухи Республике нужно оказать максимальную помощь и поддержку. Чечня действительно находится в особых условиях. Условиях восстановления. И поэтому важно как можно скорее возродить здесь жизненно важные для людей производства. Для этого нужно помочь тем предприятиям, которые непосредственно производят продукты питания, товары первой необходимости и строительные материалы. Надо поддержать предприятия, которые строят жилье, школы, больницы, культурный объект. Хотел бы сказать, что на помощь Республике федеральное правительство уже выделило значительные средства. И сегодня наша общая задача добиться их эффективного использования. Знаю, что в этой связи есть серьезные вопросы и к федеральному правительству, и к республиканской администрации. Многие проблемы в ходе восстановительных работ возникают из-за бюрократизма и коррупции. Я уже говорил, что референдум откроет дорогу к образованию новых органов власти. И одна из важнейших задач это контроль за расходованием выделяемых из бюджета денег. Однако хотел бы здесь добавить, без активного участия в восстановлении самих чеченцев, без их настроя на реальную работу, ощутимых результатов не будет. Нам необходимо также наладить и грамотное использование богатых природных запасов Чечни. И особенно уникальной чеченской нефти. Сделаны первые шаги по возрождению нефтехимического комплекса Чечни. Это богатство должно превратиться в мощный ресурс решения социально-экономических проблем. Правительство России сейчас занимается подготовкой к выплате компенсаций за разрушенное жилье. По примерным оценкам, крыши над головой лишились около 280 тысяч граждан. И сейчас надо вместе с участием районных администраций выверить списки всех потерявших жилье. И уже в этом году необходимо начать выплаты компенсаций. Еще раз подчеркну. Повседневная жизнь людей это сегодня главная забота власти. Люди в Чечне, как и во всей России, должны иметь возможность нормально жить, отдыхать, лечиться, растить и учить своих детей. Должен сказать, что дети Чечни это наша особая боль. Ведь на их долю выпали совсем не детские испытания. За прошедшие годы в республике выросло целое поколение молодых людей, которые не имели возможности получить нормальное образование. Они были лишены самого элементарного, самого необходимого. Но ведь чеченские дети, так же, как и дети всей России, это наше будущее. И мы можем, и мы сделаем это. Мы дадим им хорошее образование, хорошее знание, мы поставим их на ноги. Принятие Конституции это действительно серьезный рубеж. Это тот самый момент, когда народ Чечни берет собственную судьбу в свои руки. И сейчас в ваших руках будущее ваших детей и внуков. Будущее самой чеченской земли. И потому я призываю вас принять участие в референдуме. И сделать правильный выбор. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...